Кардон или артишок который выращивается ради его цветочного бутона. Он выращивается для семян аналогично кардону. Опыление Как и артишок, кардон имеет отдельные цветочки, объединенные в синевато-фиолетовую корзинку. Они обоеполые, но автостерильны. Каждый цветок оплодотворяется пыльцой другого цветка, который может быть расположен как на одной и той же корзинке, так и на разных. Кардон и артишок являются аллогамными и им нужны насекомые для оплодотворения. Следовательно, существует риск нежелательного скрещивания кардона или артишока между различными сортами, которые выращиваются в одном и том же саду. Во избежание межсортовых скрещиваний два разновидности вида выращивают на расстоянии около одного километра друг от друга. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если между сортами существует естественный барьер, такой как живая изгородь. также практикуют сортовую изоляцию с помощью москитных сеток, которые открывают по очереди, или же с помощью ульев с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Смотрите об этом методе в разделе «О механической изоляции в основах семеноводства». Семенные растения кардона выращиваются в первый год цикла так же, как и для потребления. Он даст свои семена на второй год выращивания. Высевают кордон в горшки под кровлей в середине февраля в холодном климате и в конце апреля – начале мая в открытый грунт в мягком климате. Для лучшего генетического разнообразия всегда лучше держать как минимум десяток семенных растений, которые выбраны в соответствии с конкретными характеристиками сорта. Выбирают самые крепкие стебли кардона, устойчивые к холоду и гниению, с красивыми листьями, мясистой съедобной частью без волокон, с колючками или же без них. Артишоки будут отобраны на основании развития многих цветочных почек, их вкуса, регулярного роста. Для кордона нужно убрать растения, которые цветут в первый год выращивания. Осенью листья кардона собирают для потребления. В регионах с очень суровыми зимами корни выкапывают перед заморозками и хранят, защищая от морозов. В регионах с более мягким климатом корни кардона и артишока могут оставаться зимой в земле. Весной высаживаем семенные растения, которые зимовали в погребе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конце лета семенные растения будут свисти. Субтитры создавал DimaTorzok Осенью можно собирать семена. Для сбора семян цветочные корзинки срезают, когда на их кончиках появляется маленький белый и перистый пух. Цветочные корзинки могут дозревать в сухом и проветриваемом месте. Извлечение, сортировка и хранение семян Как только головки цветка высохнут, пух удаляют вручную. Наденьте перчатки, чтобы уберечься от колючек. Затем энергично потирает цветочные корзинки, чтобы семена выпали. Можно также побить цветочные корзинки в мешке деревянными или пластиковым молотком на не слишком твердой поверхности. Во время сортировки уберите большой мусор вручную и осторожно продуйте семена, чтобы удалить последние отходы, пока не будет получено идеально чистое семя. Наконец высыпьте семена в пластиковый пакет. Положите внутрь этикетку с указанием сорта, вида и года производства. Хранение семян в морозильной камере на протяжении нескольких дней позволит уничтожить личинки паразитов. Семена кордона имеют силу в схожести в среднем 7 лет. Этот период можно продлить за счет хранения семян в морозильной камере. Один грамм содержит около 25 отдельных семян. Играет музыка. 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 Играет музыка.